Газификация Тверской области будет продолжаться. Администрация региона и компания «Газпром» разрабатывают соглашение о реструктуризации областного долга и продолжении инфраструктурного процесса. Как удалось этого добиться, а также что делается для сельского хозяйства, туризма и других сфер, в интервью нашему каналу рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Игорь Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Исполнился ровно год, как вы руководите Тверской областью. Как оцениваете результаты в экономической и социальной сфере? Ну, самое главное, что нам удалось сделать, это то, что мы создали задел для уже таких более масштабных системных условий для роста нашей региональной экономики. Считаю, что, конечно, оценку даст и народ, и президент Российской Федерации нашей деятельности. Но сегодня абсолютно важно то, что мы для себя сформировали ряд основных приоритетных направлений. Это развитие в социальной системе, это развитие в дорожном хозяйстве, это развитие в агропромышленном комплексе. Это три основных направления. Ну, и, как я говорю, действительно, тоже сказал президент, что с основным нашим богатством являются наши трудолюбивые, талантливые люди. Вы несколько раз, насколько я знаю, встречались с Владимиром Путином. И вот здесь интересно, как вообще выстраиваются отношения региона с центром? Я имею в виду и политические отношения, и экономические. Хватает ли вам финансовых свобод? Нужно ли что-то менять? Вы знаете, отношения устраиваются очень конструктивно, и на сегодняшний день то количество финансовых свобод и тот регламент взаимодействия, который существует, он нам абсолютно достаточен. Кроме того, я могу сказать, что порой даже, наоборот, сами стараемся выйти на федеральный центр и получить какие-то необходимые рекомендации, то, чего нам необходимо в практической работе. Например, сейчас мы в 2017 году приняли достаточно хороший сбалансированный бюджет, можно сказать, даже профицитный, и мы видим поддержку федерального центра. То есть сейчас, на примере больницы, которая у нас детского, знаете, сгорела, мы провели совещание у вице-премьера Ольги Юрьевны Голодец, и при поддержке писателя правительства было принято решение, что мы будем строить новое здание детской больницы, потому что это гораздо более выгодно и более, так сказать, правильно уже соответствует национальным, правильным европейским, так сказать, сопоставимым с европейскими стандартами. Вы поставили цель вывести регион в лидеры по качеству жизни, вот, собственно, вы уже рассказали о той работе, которая делается, а что еще предпринимают власти? Сегодня для нас главная задача, которую мы себе поставили с точки зрения экономики, это создание новых рабочих мест в небюджетной сфере, потому что это и малый бизнес, и туризм, и вопросы повышения качества жизни, которые связаны с повышением процента газификации нашего региона, но и, конечно, транспортная доступность, и вопрос повышения уровня доступности сотовой связи, интернета, ну, все, что касается параметров, по которым оценивается качество жизни на каждой территории. — Что касается газификации, хорошо, что вы упомянули, я, насколько помню, достаточно серьезные проблемы в этой области у региона были не так давно, «Газпром» даже принимал решение приостанавливать газификацию из-за задолженности, но сейчас вроде бы ситуация изменилась. Что к этому моменту? — На сегодняшний день я хотел бы, пользу случаем, выразить благодарность руководству компании «Газпром», Виктор Васильевичу Зубкову и Екатерий Борисовичу Миллеру, потому что в процессе переговоров мы на себя взяли обязательство по обслуживанию долга и его поэтапному погашению. Соответственно, нам восстановили программу газификации Тверской области с прошлого года. В этом году мы уже начали эту программу реализовать, так называемая, средняя и малая газификация. И сейчас мы совместно с «Газпромом» дорабатываем условия по соглашению и начало большой газификации. Это тот самый газопровод, который транспортный должен пойти по юго-западу нашей области. — Расскажите подробнее об этом проекте. Вы знаете, наверное, первое очень важно сказать, что в этом году мы удвоили финансирование по сравнению с предыдущими годами на газификацию наших районов. Это Кашинский район, те районы, которые идут ближе к Москве, и районы, которые являются более привлекательными и для инвесторов, и для жителей. Соответственно, тот газопровод, который мы сейчас упомянули, это магистральный, который идёт вдоль трассы М-9, он нам даст возможность повысить инвестиционную привлекательность юго-запада нашего региона. Это те районы, которые находятся на трассе Москва-Балтия. И это такое стратегическое направление для нас. Мы видим возможность развития производств. Инвесторы уже приходят к нам. И сегодня у нас уже в работе находятся несколько заявок, достаточно серьёзных, по развитию крупных инвестиционных проектов. И вопрос газификации, который мы планируем решить до 2020 года, он, конечно, даст возможность эти проекты и масштабировать, и увеличить их количество. А насколько активно инвесторы заходят в регион? И насколько эффективно выстраивается работа с ними? Вы знаете, инвесторы активно заходят в регион. Мы сейчас уже имеем порядка семи действующих заявок по инвестициям. В том числе нам помогает федеральный центр. Предоставляют земли, которые находятся в агентстве по жилищному строительству. Было сейчас принято решение по передаче более 2000 гектар. Недалеко от города Твери там планируется развитие большого технопарка. И мы можем сказать, что в аграрной отрасли тоже сейчас у нас есть два стратегических инвестора. На Сочинском форуме мы подписали соглашение. Это касается развития линейного кластера по развитию наших традиционных направлений. И касается развития растеневодства и животноводства. Насколько я помню, вы в Сочи на инвестиционном форуме представляли еще два очень интересных проекта. Это деловой центр Твер-Сити, выставочный комплекс Твер-Экспо. И опять же, если не ошибаюсь, подходил глава правительства Дмитрий Медведев к вашему стенду. Как он оценил эти проекты и вообще, насколько они будут масштабными? Да, Дмитрий Анатольевич посетил Стендерской области. Мы рассказали об основных параметрах и цели создания этих проектов. Дмитрий Анатольевич одобрил эти два проекта, сказал, что будет оказывать нам поддержку. Основная задача проекта Твер-Сити – это возможность создания современных рабочих мест в городе Твери, в центре, рядом с вокзалом. Там, где делают остановки, куда приходят поезда «Ласточка» и «Сапсан», которые шлят связь нашего региона, железнодорожную связь с нашей столицей, городом Москвой и северной столицей, Санкт-Петербургом. Поэтому мы считаем, что шаговая доступность от вокзала даст нам возможность очень хорошо и качественно развить этот сегмент. И вот какие-то небоскребы из стекла и стали? Ну, мы не думаем, что это будут небоскребы. У нас есть требования, мы имеем исторический центр, мы надеемся, что этажность будет ограничена. Эти здания впишутся в архитектурный облик города Твери. Но ясно одно, что наша молодежь, которая ездит сегодня в Москву и в Питер, будет иметь возможность выбрать между тем, чтобы работать в своем родном городе. И, так сказать, ну, может быть, кто-то все-таки примет решение не ездить в Москву и в Питер на работу, а останется в городе Триптор. Потому что сегодня несколько тысяч человек ежедневно ездят на работу в город Москва. И компании уже предварительно дали свое согласие на открытие бэк-офисов вот на территории Тверь-Сити. Ведь расположение действительно выигрышное между Москвой и Питер. Абсолютно. Кроме того, стоимость жилья и стоимость инфраструктуры, вообще проживание само и возможность активного время проведения, выходные, праздничные, Тверской области гораздо выше. Потому что более рекреационная зона, у нас хорошие природные возможности. У нас есть несколько рек, основных таких крупных рек это Волга, Западная Двина. У нас более тысячи озер находятся на территории и более 900 рек по территории Тверской области. Ну, кстати говоря, про туризм еще поговорим, а возвращаясь к проекту Твери-Экспо. Твери-Экспо, да. Это очень важный проект для нас, потому что у нас нет на сегодняшний день достойных и масштабных выставочных площадей. Мы сегодня проводим, к сожалению, все мероприятия в Тверском городском, в нашем областном драматическом театре, в центре города Твери. Поэтому создание такого проекта нам позволит выйти на другой качественный уровень и проведения массовых мероприятий, и выставочных мероприятий для нашего региона. Кроме того, мы уже провели производительные переговоры относительно тематики. Это может быть и машиностроение, и сельское хозяйство, и, соответственно, атомная энергетика. Такая площадка для ежегодного проведения тематических выставок. Ну и, наверное, это тот объект, который как раз и должен привлечь туристов в регион, в том числе. Ну, в том числе туристов, но, конечно, мы больше видим там потенциал проведения мероприятий, которые бы нам дали возможность по привлечению экономики и инвесторов в наш регион на базе этой большой площадки. Все-таки к туристической сфере. Насколько регион привлекателен? Много ли приезжает туристов из России, а не, может быть, из других стран, из Европы? И как развиваете это? Текущий поток туристов ежегодно оценивается в полтора миллиона человек, которые проходят через Тверскую область. Мы планируем путем развития нашей инфраструктуры, путем вообще развития самой этой отрасли туристической, удвоить этот поток примерно за пять лет. Как мы для себя... Это амбициозные планы? Амбициозные планы, абсолютно правильно. Конечно, мы для этого сейчас создаем инфраструктуру, синхронизируем свои планы с муниципалитетами, потому что Тверская область – это исторический регион. Мы не хвастаемся, но мы старше Москвы на несколько десятков лет. Кроме того, Тверь была и столицей России, если вы помните определенное количество времени. Поэтому мы обладаем уникальным культурно-историческим наследием. Кроме того, у нас есть прекрасный императорский дворец, который сохранил большую коллекцию и живописи, и архитектуры, которые мы могли бы представить и уже представляем нашим туристам. У нас большое наследие, которое касается наших православных святынь – это Нилос-Лабенская пустыня, это монастыри, это Аковецкий источник. Поэтому мы действительно очень имеем большой потенциал. Ну и, конечно, самое главное, у нас теперь есть три трассы, можно об этом уже смело говорить. Это М9, М10 и М11, которые в 2018 году уже свяжут Москву, Санкт-Петербург и город Тверь. И комфортность прибытия и перемещения уже будет достаточно высокой. Про качество дорог тоже чуть позже. А сейчас вопрос про гостиничный фонд. Это один из тех факторов, которые, несомненно, сказываются на турпотоке. Хватает ли гостиниц? Какого они уровня? На сегодняшний день гостиниц хватает. У нас есть гостиница по уровню пять звезд, есть четыре звезды. У нас в Терриот открылось несколько новых гостиниц. Сейчас мы делаем ставку на уровни муниципалитетов, на частные гостиницы, которые являются частной собственностью, и хотим их развивать и стимулировать. Кроме того, мы сейчас открываем новую линейку. Это частные охотохозяйства, которые имеют достаточно хорошую качественную инфраструктуру, которые сами высказали желание быть участниками этой программы. Это будет проект, когда мы на сайте, буквально, я думаю, в течение следующего квартала разместим полную информацию, некий реестр тех хозяйств, гостиниц частных, которые мы рекомендуем. И они тоже будут ранжированы, сертифицированы для того, чтобы их могли пищать туристы, которые приезжают в Турскую область. Ну и давайте о дорогах в завершении. В общем-то, довольно много было в свое время тоже претензий к качеству дорог. Я не говорю, конечно, про федеральные трассы, но про региональные, муниципальные дороги. Какая ситуация сейчас? Что делается для того, чтобы были некие улучшения? Начиная с прошедшего года, в этом году мы активизировали программу по ремонту и приведению нормативного состояния наших региональных дорог. У нас, не считая федеральных трасс, протяженность региональных дорог более 15 тысяч километров. Это достаточно большие расстояния. И мы в этом году приняли решение, увеличили объем дорожного фонда финансирования практически в два раза. Он сейчас составляет порядка 8 миллиардов рублей. И мы хотим привлечь компании, наши региональные компании, которые сейчас зарекомендовали на строительстве федеральных трасс, которые будут осуществлять и нормативное содержание, и уже хороший качественный ремонт. При этом мы во всех контрактах уже включаем пункт по гарантии на сделанную работу. Эта гарантия будет не менее пяти лет. Поэтому для нас сейчас приведение в порядок восстановления качественной сети автомобильных дорог – это приоритетная задача. Это и для туризма, и для инвестиций, ну и, конечно, это все-таки репутация и статус региона. Какие, видите, первоочередные задачи на ближайшее время? Ну вот давайте возьмем следующий год. Ну для нас это первая задача – это приведение в порядок системы ЖКХ, это, прежде всего, тарифная политика. Второе – это мы должны привести в порядок систему здравоохранения, особенно это касается центральных районных больниц, которые находятся в наших муниципалитетах. Третья задача – это школы. То есть мы сейчас начали реализовывать двухлитнюю программу по замене окон и ремонту спортзалов в сельских школах и в школах поселков городского типа. Ну и, конечно, приоритетная задача, как мы сказали, еще раз повторяюсь, это прирост рабочих мест в небюджетной сфере. Это, конечно, развитие бизнеса. Средний и малый бизнес, аграрная сфера, производство, экономика и высокотехнологичная. Это отрасли, это IT-отрасли и отрасли по внедрению наших новых научных разработок, которые создаются на базе наших вузов. У нас их четыре в нашем регионе, четыре крупных вуза – это медицинские, сельскохозяйственные и политехнические, технические вузы. Игорь Михайлович, я желаю вам удачи и благодарю вас за это. Спасибо вам большое. Спасибо. Продолжение следует...